Вопрос учитывается от Александра, как избавиться от лени, от неуверенности в своих силах и от прочих комплексов, мешающих развитию личности и как результат развитию бизнеса? Очень хороший, друзья, вопрос. Лень – это зона комфорта, это болото. Для того, чтобы вырваться из лени, нужна мотивация. Ну, допустим, жрать, вот нет, не будет, извините, голод наступит. Что будет наш ленивый человек делать? Да он руки в ноги попрет быстро искать. Быстро искать, где прокормить себя, семью свою. Или опасность будет. Когда мы говорим о лени, мы говорим прежде всего о двух вещах. О зоне комфорта. О зоне комфорта. И мы говорим с вами о мотивации. Вот нужен хороший пинок под зад. А что такое является хорошим пинком под зад? Для настоящих бойцов, для настоящих предпринимателей, ученых, деятелей искусства, неважно, музыка это или живопись, или кинематограф. Это чистолюбие. Когда-то у великого Сократа спросили. Сократ, а что движет миром? И он сказал однозначно. Чистолюбие. И это точно сказано. Если бы, друзья, было по-другому, если бы было по-другому, то богатые люди бы переставали бы работать. Некоторые болваны считают, миром движет лень. Вот люди придумали экскаватор, потому что им лень было таскать тяжести. Но, ребята, примитивно. На самом деле, обратите внимание. Великие люди, предприниматели, мы не берем какие-то вот эти всякие вещи, которые люди не... Мы не берем некие этапы такие приватизации. Не эти были бы хозяева, а другие. Надо здесь успокоиться, ребят, сказать, слава богу, что вам не досталась нефтяная скважина. Совершенно серьезно говорю. И двигаться дальше. Дальше двигаться. А для того, чтобы двигаться дальше, чистолюбие, ребята. Посмотрите, Саочира Хонда. Мы уже о нем говорили. Работал до самой смерти. Будучи миллиардером. Камасуки Мацусито, основатель компании Panasonic. Сколько он в году отдыхал раз? Выходных сколько в году у него было? А я вам точно скажу, два выходных. Потому что его помощник, с которым он отработал 35 лет, господин Игучи, вот второй год уже приезжает к нам в гости на семинары. Два дня в году отдыхал Камасуки Мацусито, будучи самым богатым человеком в мире. То есть, если бы лень двигала эволюцию, то богатые люди бы только бы и ленились. Но люди, поэтому они богатые. Потому что у них страсть есть. Поэтому они счастливые. Потому что они увлечены своим делом, друзья. И однозначно, я знаю точно, ребята, если не появится пинок под зад, и если лень. А лень это комфорт, это зона комфорта на самом деле. Вот давайте представим, ленивый человек, которому мы возьмем с вами раскаленный пруд железа, допустим. Да, железку какую-нибудь. И он лежит, ему хорошо балдеет. А мы ему в мягкое место ее приложим, горящую, чтобы зашипела кожа. Что такой человек скажет? Что он сделает? Будет лежать так же? Нет. Ему станет больно, он вскочит. Орать начнет. Наверное, побьет даже нас с вами. Потому что мы его разбудили. Однозначно, ребята, найдите то дело, которое вас увлечет. Найдите то дело, которое будет для вас являться страстью, энергии, желанием больше, чем желанием полежать у телевизора. А если такого дела не найдете, если какая-нибудь ситуация в виде пинка под зад, в виде голода, холода, там, я не знаю, разорения, вам не врежет под зад пинка, но вы, значит, проведете всю жизнь на диване. Значит, это судьба. Может быть, это действительно ваш уже путь. И может быть, действительно, вот спроецировать себя вперед. Ну а что, лениться, хорошо, значит, есть кусок хлеба, есть, значит, какой-то доход, ну и прекрасно, ленись, наслаждайся жизнью. В этом есть тоже какой-то смысл. И не зря некоторые авторы говорят, вот какой Обломов был хорошим человеком. Он наслаждался жизнью. Зачем сражаться, рвать мотор на разрыв аорты? Балдей, сиди. Это тоже философия, и я этот путь тоже уважаю. Тоже уважаю. Когда я был помоложе, лет 20 назад, я был максималистом, и весь мир у меня делился черное-белое. И, конечно, я тогда ненавидел лентяев и в спорте, и в бизнесе, и везде. Сегодня я стал мудрей и понимаю. Хорошо, что мир разный. Хорошо, что есть люди, которые счастливы от телевизора, если это можно назвать счастьем. Хорошо, что есть люди, которые вот стремятся к звездам. И как прекрасно, что наше общество состоит из таких ярких красок, из таких характеров. Единственное, конечно, жалко, когда приезжаешь с Японии в Россию, понимаешь, конечно, что людей, которые уже в комфорте зоны, в болотце находятся, очень много. А бойцов-то осталось мало, искателей, творцов, первооткрывателей, энтузиастов маловато осталось. А почему? Жизнь хорошая. Есть кусок хлеба, есть пиво, есть колбаса. А что еще надо? Телевизор, компьютерные игры. Для животного, человека, склонного к животным наслаждениям, все, полный комплект удовольствия. Он попал уже в рай при жизни. Потому что 100-200 лет назад не было развлечений, не было техники, которая работала за людей, не было научно-технического прогресса, который, кстати, обеспечили ученые. Ученые обеспечили. И, конечно же, сегодня для лентяев, для людей, для которых зона комфортное животное, по сравнению, конечно, хотя бы даже 50-100 лет назад взять в мире, идеальные условия. Идеальные, они уже в раю. А нам с вами, господа исследователи, победители, надо еще много поработать. Много интересно поработать. Но я гарантирую, человек, когда себя развивает, душу свою, интеллект развивает, энергетику развивает, он проживает совершенно другую жизнь, наполненную такими красками, такими величественными ощущениями, таким полетом, такой бесконечностью души. Это и есть счастье. А вот телевизор, пиво, шашлык – это удовольствие. Я желаю вам, дорогие участники нашего собрания, выдающегося, семейного, такого теплого, уютного, все-таки стремиться к звездам.